Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала, и кто иногда заглядывает на мой канал. На канале Томата Больше, чем Любовь Светлана. Живу я в Чувашии, на Средней Волге, практически на самом севере нашей республики. И вот какие у нас снежные горы. Красота сегодня, солнышко светит, вот даже птички чирикуют. Зима зимой, а солнышко уже на весну, на лето. Это, как говорили в старину, зима на мороз, а солнце на лето. И вот снега, конечно, много, 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 много. Что хочу я не только о снеге говорить, о теплицах, как обстоят дела моих, наших теплицах. У меня такая привычка дурная, я все время говорю, моих теплицах. Теплицы общие, не мои. И вот на выходных откапывались четверо мужчин. Муж, зять, сын и друг у зятя. А, ну еще, да, четвером муж, сын, зять и друг. Вот четвером они откапывались в пол, даже больше полдня с утра начали. И вот, ну спасти-то теплицы надо, жалко, если все рухнет. Но они уже были готовы к разрушению. И вот теперь заглянем в теплицу. А теплица уже тепло. Что хочу сказать, даже вот в этом году такие морозы были, а теплица даже, вот почва не замерзла. И почва тут перекопанная была. А вот ведра, ведра стоят рядами. Все это вот, то, что лунку положить, то, что для рассады все приготовлено, бачки. Тут все, как говорится, все хозяйство здесь. Это вот теплица 3х6. Тут 2, 2 ряда расположены, 4 рядочка томатов будет. Привычно уже здесь, в этой теплице. Несколько раз я ее показывала. Вот, конечно, вон там по бокам тоже надо убрать. Вот все видно. А вот тут вот даже немножко продавилось. Надо посмотреть, как там. Я вроде днем выходила, смотрела. Не днем, а утром. Пойдем во вторую теплицу. В третью теплицу зайти не могла. Там немножко снег не убрали около. Вот вторую теплицу. Там даже термометр есть. Там плюсовая температура. Ну, естественно, солнце тут. Вот, уже на макушку поднимается. Дни стали длиннее. Ой, уже настроение лучше. Здесь уже все положено. Вот в рядочках перекопать только нужно. Вот тут у меня и как помидоры будут стоять. Единственное, у меня вот тут вот надо вот эти вот тросы перевесить немного сантиметров на 10. Один сезон только служили. Вот тут даже термометр есть. Я его хотела вытащить, но не смогла. Плюс 4 вот здесь термометра показывает. Ну, вот сезон придет. Будем, как говорится, работать в теплицах. Уже настроение есть вышло. Теплица вроде не та холодная. Но теперь уже пора потихонечку снег забрасывать. Мы забрасываем обычно снег в конце февраля, начале марта. Почему? Когда уже он более такой, не вот такой пушистый, как пух, а более он становится влажный такой. Ну, кто как делает, у кого как. Ну, вот тут горище. Горище. Вот это третья теплица. Она более прочная. Более прочная. Ну, она и новее. Третий сезон будет или четвертый сезон будет служить. Вот там до той теплицы, конечно, и не добирались до стеклянной. Крыша обычно, наверное, там пленка. Там у меня огурцы растут в этой теплице. Ну, вот тут все в снегу. Все в снегу. А вон сосульки какие длинные, если тут видно было. Ну, тут полный обзор, как говорится, что и как. Начало, как говорится, с теплицы. Но солнышко радует. Вот когда вот такое солнце не греет, оно светит. И настроение ведь поднимается. Как оказывается, мы подвержены тому, что солнечный свет. Человеку дает настроение. Так ведь и нашим растениям. Искусственное освещение, оно, конечно, дает им какой-то, как сказать, плюс. Но чтобы вот так вот расти, хорошо развиваться, им нужен солнечный свет. Как и нам тоже. И растения ведь тоже они, я их всегда говорю, как живые существа. Им тоже нужно все для вот тут снежной лавины. Тут снежные, снежные лавины. Вот тут туя вон такой шапочкой. Туда руки не доходят. Вот там поменьше туя. Ну, получилось как бы обзор участка в зимний период. Вон тут все. Тишина такая. Только шуршание птиц еще слышно. Тут вот у меня роза сидит вся укрытая. Вся в снежной шапке. Ну, радостное настроение, радостное настроение. Как бы вот люди тоже откапывают теплицы. Тоже откапывают. Что делать? Надо спасать. Вот такая у нас обстановка. Сегодня у нас уже середина февраля. Ну, вот как уж. Календарь на весна скоро наставит. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok